Джон Смит, 75-летний ветеран, сидел за столиком в небольшом кафе на углу улицы. Он с нетерпением ждал своего сына, с которым давно не виделся. Время шло, и Джон, погруженный в свои мысли, невольно вспоминал о своих молодых годах, о службе в армии, о друзьях, которые остались на поле боя. Эти воспоминания всегда были с ним, и каждый раз, когда он приходил в это кафе, они возвращались с новой силой. Он смотрел в окно, наблюдая за прохожими, и надеялся, что встреча с сыном принесет ему радость и тепло. Джон не мог дождаться момента, когда увидит, как его сын, выросший на его глазах, зайдет в кафе с улыбкой на лице. Он знал, что у них много тем для обсуждения, и это ожидание придавало ему сил. Время шло, и Джон, погруженный в свои мысли, не заметил, как в кафе вошли двое полицейских, офицер Майкл и офицер Дэвид. С первых минут их присутствия в воздухе повисло напряжение. Майкл, заметив Джона, подошел к нему с вызывающим видом. «Что ты тут делаешь, старик?» – грубо спросил он, скрестив руки на груди. Джон поднял глаза и, не теряя самообладания, ответил «Жду сына». «Покажи удостоверение», – потребовал Майкл, его голос звучал угрожающе. Джон, не желая создавать конфликт, достал свое удостоверение ветерана и протянул его. Однако Майкл с насмешкой вернул его обратно. «Ветеран?» – «Такие, как ты, не могут иметь удостоверения», – добавил Дэвид, усмехнувшись. Джон почувствовал, как его сердце забилось быстрее, но он оставался спокойным. «Я не создаю проблем, просто жду сына», – повторил он. Майкл, не желая слушать, угрожал Джону, что если тот не уйдет сам, то его силой выведут из кафе. Джон, несмотря на давление, оставался на месте, его надежда на скорое появление сына не угасала. Ситуация накалялась. Майкл снова потребовал, чтобы Джон ушел, но тот лишь покачал головой. Внезапно Майкл толкнул стул Джона, заставив его встать. Дэвид, не уступая, схватил шляпу Джона и швырнул ее на пол. Джон стиснул зубы, когда Майкл схватил его за руку и заломил ее за спину. Боль пронзила его тело, но он не издал ни звука, сдерживая себя из последних сил. Майкл и Дэвид, смеясь, угрожали арестом, но Джон, сдерживая гнев, указал на карточку на столе. Это было удостоверение комиссара полиции Роберта Смита, его сына. В этот момент Майкл и Дэвид остановились, осознав, что допустили серьезную ошибку. Их лица побледнели от шока, и они начали извиняться, но Джон оставался спокойным, не желая поддаваться на провокации. В этот момент в кафе вошел комиссар Роберт Смит. Увидев своего отца в наручниках, он резко остановился, его лицо исказилось от гнева. «Что вы делаете с моим отцом?» – сурово спросил он, его голос звучал, как гром среди ясного неба. Полицейские попытались оправдаться, но Роберт, глядя на них с презрением, подчеркнул, каждый заслуживает уважения, независимо от возраста или статуса. Майкл и Дэвид, осознав всю серьезность своих действий, покинули кафе, полные стыда и раскаяния. Джон наконец смог расслабиться, когда его сын подошел к нему и обнял. «Прости, что так вышло, папа», – сказал Роберт, и в этот момент Джон понял, что несмотря на ненависть и предвзятость, любовь и уважение всегда найдут путь к примирению. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.